снова всем здравствуйте как вылечить геморрой ну во первых желательно бы знать после чего он вдруг возник потому что вполне возможно что там достаточно поменять питание геморрой это у нас все-таки относится к свободно радикальным болезням свободные радикалы это у нас вот чтобы было понятно что я в дальнейшем скажу а то я сейчас вопрос прочитаю ответ там вы будете смотреть и думать вот этот дядя в телевизоре с ума сошел вот смотрите прямая кишка которая заканчивается у сфинктером и анусом я бы ее выделил в отдельный орган честно говоря она обладает кучей различных функций вверх она имеет вкусовые рецепторы например поэтому когда вас например поносит вы легко определяете чем вы собственно траванусь именно таким образом на второе прямая кишка имеет возможность вытягивать воду из тех масс которые в ней находятся если в организме дефицит этой самой воды причем неплохо так фильтруя но тем не менее при этом всем вся та влага которая вытягивается из этих масс она подается непосредственно на печень там большое количество мелких сосудов капиллярных сосудов в этой прямой кишке тонкие длинные сосуды легко забиваются тем что называется тромбы тромбы образуются например из эритроцитов легко эритроцит вообще легко теряет заряд если он соприкасается со свободным кислородом с пузырьком чистого кислорода у нас в организме постоянно происходит процессы разделения воды на кислород водород вот электролиз постоянно происходит при этом водород легко улетучивается либо тут же связывается кислородом а кислород свободный Достаточно долго плавает Причиняя что попало Когда в организме особенно наличествует Какой-либо воспалительный процесс Свободного кислорода бывает много Из-за него начинают возникать Как раз таки шарики из эритроцитов Когда эритроцит потерял заряд частично Он слипается с другими эритроцитами В монетный столбик Изображая из себя конденсатор Когда заряда нет совсем Он слипается в самую естественную В этом мире фигуру Сферу в шарик Который соответственно в конечном итоге Попадая в длинные тонкие сосуды Капилляры например там Забивает их И происходит одна очень простая вещь С этими капиллярами Если они заткнуты У нас же как Тут идет артериальная система с давлением А вот тут идет венозная система Которая без давления И не дай боже где-то вот здесь В венозной системе сюда подается давление А здесь закупорка на выходе Что у вас будет происходить? Будет работать насос Чисто за счет законов гидравлики У вас начнет разбухание Чего-то там Со всеми отсюда вытекающими последствиями Что требуется для борьбы Со свободной радикальной болезнью? Связать свободный кислород Либо убрать Что практически нереально Либо его связать Чем его связать? Водородом Где водород взять? Ну из вариантов Можно прокапаться Медрагилу Например Второй вариант Если не хочется иголкой в себя тыкать Это например взять Углеводород Какой-нибудь Ну например У нас есть такая вещь Гудрон Все его знают У кого в детстве он был Все знают его вкус И все знают Как классно его пожевать И все беременные Его любили пожевать В общем-то Почему? Ну вот потому что Потому что Этот углеводород Обладает как раз Судя по всему Самой нужной организму структуры Когда там достаточно Водорода Углерода И это находится В достаточно непрочной связке Углерод У нас используется В организме Для угольной кислоты Он у нас везде используется У нас вообще называют Углеродной жизнью И соответственно Водород используется Для связывания Свободного кислорода Все Поэтому Берется гудрон Например делаются Из него шарики Такие размером с горошин И все это дело Просто глотается По нескольку шариков Там десяток Он растворяется В организме Он переваривается Там нет никаких последствий Ничего не слипается Никто ничем не травится Вот если туда Азот добавить Вот это будет А еще как А там травануться Можно будет на раз Потому что Это будет уже похоже На аминокислоту А аминокислоты Не все блин полезные Будет ли влиять Длительное употребление Зелени На тромбодинамику На тромбодинамику Влияет В первую очередь Количество воды Раз И наличие Воспалительных процессов В организме Два Ну и да Иногда Кстати говоря Бывает такая Парадоксальная вещь Когда человек Зелени Не ел Не ел Не ел Не ел Не ел Вот совсем не ел Вот вообще не ел А тут увидел Значит меня Наслушался Впечатлился Пошел на рынок Скупил всю зелень Начал ее есть Катками И у него Блин В конечном итоге Задница становится Красивая Как пион Ну геморрой такой Вылазит Уже объяснял Уже объяснял Как зелень Действует Вот на это Вот хозяйство Поэтому Много Хорошо Тоже нехорошо Организм Вдруг Резко Начинает Решать Возникающие Проблемы И в качестве Побочного Эффекта Возникает Вот такая Фигня Поэтому Если вдруг Замечаете Из-за зелени Или после того Как начали Интенсивно зелень Есть У вас там Геморрой возник Ну значит Немножко снизьте Зелень Надо Потихоньку К хорошему Организму Приучать Потихоньку А то сдохнет На радостях Так После двух курсов Дегельминтизации Можно пить Перцово-чесночную Настойку Постоянно В какой дозировке Чтоб сосуды Чистились Например Ну например Кабель по 10 Можно Вот Можно Но капель по 10 Теоретически Там надо Подобрать дозировку Чтоб она вас Не напрягала Длительное время Это не должно быть На грани терпимости То есть Она не должна быть Максимальной Там надо брать Измором Длительностью Соответственно Чем дольше Вы будете Ее принимать Тем эффекта Будет больше И здесь Надо уже Искать баланс Между количеством И длительностью А это Строго индивидуально Какая причина Невроза Вот мы Берем Например Знаете Такие собачки Есть Такие На тонких Лапках Такие Дрожат Такие Вечно Когда такая Собачка Сидит у кого-то На руках Ты делаешь Ей пальцем Ты делаешь Раз Потом только Она расслабится Тынц по носу Она тебя пытается Окуснуть Раз Два Три Десять И в конечном итоге На какой-нибудь Надцатый раз Когда ты только Вот так Пальцем сделал Она значит Срывается Из рук У хозяйки Нападает на тебя И съедает К чертовой матери Понимаете В чем причина Невроза У этой собачки Чего это она Такая агрессивная Стала Ну потому что Ее драконили Ей постоянно Тонизировали Нервную систему Вот причина Невроза Если вы Лежите На пляжу У вас На счету Денег Достаточно Чтобы вот так Вот лежать Года два Как минимум И нет никаких Финансовых Проблем И вообще Сложностей По жизни Вы лежите Вам хорошо Не надо Ни о чем Беспокоиться Будут причины Для невроза Если даже И есть Они очень быстро Пройдут То есть Причин нет Невроз Пройдет Сестра Решила Слазить Мефедроны Не ест Ничего Как жить То Пираном Пользоваться Надо И тиосульфатом Натрия При лечении Зуба Положили Лекарство Под временную Пломбу Для помощи Организма Пью тиосульфат Может ли Это нарушить Процесс Нет Лекарство У вас Работает же Мест Но Тиосульфат Работает у вас В кишечнике Он В кровоток Не всасывается Тиосульфат В кровоток Не всасывается Только если Его Внутривенно Не вкололи И то Там Все это дело Колется В венозную кровь Собственно В первую очередь Ничего Никак Не Влияет Когда Идешь В медучреждение В принудительном Порядке Дают на подпись Информационное Добровольное Согласие Заполнять У кого есть опыт Как отказаться При этом Получить помощь Вот по большому счету При нынешнем Бардаке Это вообще Ни на что не влияет Вот это вот Информационное Информированное Согласие Вообще Фактически Ни на что не влияет Вот когда вы Его подписываете В отношении Детей Вот это Имеет Некоторое значение Чтобы без вашего Согласия Их не укололи Чем попало Ну Скажите пожалуйста Человек Взрослый Просыпается Ночь От своего Крика С диким страхом При этом Самого сна Не помнит За ночь Один Три раза На протяжении Около трех лет Заранее спасибо Так Что подсказать Ну Кошмары Человеку снятся Вполне возможно Что-то в детстве Перенес Как от этого Избавиться Можно например Сходить Гипнотизеру Нормальному Психологу Или психиатру Или психоаналитику Который Умеет Проводить гипноз Например Для того чтобы Вытащить эти страхи Сердечко Можно проверить Потому что Вполне Возможно что там Какие-то проблемы С сердцем Происходят Потому что Человек чувствует Страх Сильный Животный Страх смерти Когда с сердцем Не в порядке Каждая простуда Заканчивается Гайморитом Как быть Пить Пить Много Горячей Воды Взять Очень горячую Воду Чайник только Закипел Наливаете в стакан Туда Добавляете Зеленого чая Там Щепотку Две Туда Добавляете Чайную ложку Тертого корня Имбиря Свежего Как только Это все Заварилось Так помешиваете И пьете Помешиваете И пьете Вы пили один стакан Съели это все Что там было В процессе Пока пили Следующий стакан Себе заварили И так сидите И пьете Вот такое вот Горячее И в дальнейшем Надо следить Ну там В какой-то момент Должно попереть Собственно Из носа Слизь Когда вы Прогреете Вот это вот Все место И воды в организме Будет достаточно Когда проходы Там у вас Расширятся Вот Из вас Попрет слизь Собственно Вам резко Полегчает И вам надо Помнить В таком случае Что У вас Явно Зауженные Проходы В гайморовых Пазухах Раз Второе Что скорее всего У вас Присутствуют Гельминты Которые там живут Третье Вам нельзя Умываться Холодной водой Только теплой Горячей Четвертое Раз есть у вас Такая склонность Значит Будучи например В душе В водичку Делаете Погорячее И льете себе Вот На лицо На лоб Нос Вот это вот На эту область Лица Для того чтобы Разогреть это все Чтобы там вышло все Но в первую очередь Это надо пить Достаточно воды И следить За этим местом Отдельно И особо Не забывать А так Это скорее всего Результат В том числе Обезвоживания Что посоветуете Принимать При переломе Лодыжки Ну собственно У меня уже Порядка шести Видео Что делать При переломах Есть Что делать При изжоге Промывание желудка Да С применением Раствора марганца Желтого Или Слегонца Розовенького И про использование Сырого мяса Ну как сырого Относительно сырого Рецепт даже там давал Ссылочку на Рецепты Во рту кака Особенно по утрам У курящих Ну не знаю Я курил У меня не было Если с утра Во рту кака Значит Эвакуационные Способности Организма Очень сильно Снижены Иногда Эвакуационные Или эвакуаторные Способности Организма Бывают Снижены Настолько Что Из этого организма Даже душа Норовит Эвакуироваться Поэтому С этим Шутить Не надо Вот Водичку Надо Пить Чтобы Каку Выводить Неделю назад Появилась Небольшая Припухлость Между складкой Под глазом И носовой С одной стороны Лица Какая может быть Причина Спасибо Причин там Может быть Масса Начиная от Банальных Косметологических А заканчивая Вирусом Герпеса А могут И коки Там поучаствовать Это надо Смотреть На месте Вредно ли Пользоваться Микроволновкой Вредно ли Стоять Возле Микроволновки Нет Кушать Разогретое Да Скажем так Если Постоянная Димпетация Будет Не совсем Хорошо Я вот в самом начале Рассказал Да Рассказывал про микрофлору И сказал Что Вы то что едите Потому что Ваша микрофлора В состоянии Синтезировать Практически все Кроме вот Некоторых Аминокислот Какая из этого Что делает Микроволновка Каким образом Она разогревает Еду Посмотрите Электромагнитное Излучение Посмотрите Как оно воздействует Как оно воздействует На Аминокислоты На ДНК Я например Чувствую Я различаю Вкус еды Приготовленной В микроволновке Или разогретой В микроволновке Я отличаю Я чувствую Когда микроволновку Включают Не знаю Почему Радиоволны Я радиоприемник Не слышу Ну в смысле Радиоволны Не ловлю В башке Там радиоканалы Не звучат А микроволновку Я чувствую Если это Достаточно близко Знаете Реальный случай Такой был Один мужик Постоянно писал В милицию О том что значит Под ним Живет Какой-то сумасшедший Или под ним Живет Какой-то сумасшедший Там жить невозможно И вообще он боится всего Писал 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 Участкового Соответственно Напрягли Иди сходи Разберись С этим сумасшедшим Вдруг там Что-то действительно Не так Ну пошел По адресу Этого сумасшедшего В отношении Которого Все время писали Приходит к тому Там открывает Значит Мужик Там действительно Шапочка из фольги На башке Весь такой Значит Одежда Фольгированная Вся Участковый Там смотрит Дитями глазами На него Что происходит А меня говорит Сосед сверху Убить пытается А шапочка из фольги Зачем А он говорит Меня постоянно Облучает Вот я Чтобы мозги защитить И вот себя защитить Вот делаю Накладки из фольги Ну участковый Посмотрел Действительно Сумасшедший Ну Пока я сумасшедший Не агрессивный Ничего не сделаешь Он значит Поднимается К мужику Сверху Который Писал Все это Хозяйство Сказать Что да Посмотрел Беседу Провел Там Звонит Ему Этот мужик Открывает Участковый Ему значит Ну заходит В коридор Чтобы рассказать Что такая беда Сосед Действительно Сумасшедший Там ходит В шапочке Из фольги Да Смотрит А у того Блин Вся хата Заставленная Микроволновками Которые Блин Со снятыми Дверками Заблокированным Включателем Блин Стоят мордой вниз Включенные Он действительно Облучает Соседу снизу Всем спасибо За то что пришли Всем пока